Человек с хронической болезнью почек может прожить в Башкирии полноценную счастливую жизнь. Так считает главный специалист по гемодиализу в республике. Насчет счастливой, конечно, это, я так понимаю, зависит от человека, но полноценную жизнь это однозначно. Есть, конечно, определенные проблемы со здоровьем у этих людей, но, повторюсь, сегодняшняя возможность медицины позволяет очень хорошо коррегировать качество жизни у этих пациентов. Однако не все пациенты согласны с этим. Хроническая почечная недостаточность означает, что у человека отказали почки. До конца жизни ему необходима процедура диализа – очистки и фильтрации крови. Марату Нурмухаметову диагноз поставили год назад. Не так давно он был в Сочи и прошел там три процедуры. После получал диализ в республиканской клинической больнице. Говорит, разница есть. Диализный центр намного отличается от наших. Во-первых, оборудование новое. Оно совершенно другое. И там, в смысле, автоматизировано все это. И давление, и все, ничего не меряет. Все это на компьютер выводится. К тебе положили, поставили аппарат. И после этого ты уже полностью, в смысле, находишься под вниманием медработника. Приехал я вчера первый день после этого. С утра прилетел и прямо пришел на диализ. И меня положили на тот аппарат, который ходит с канистрами техники и все прочее. Там такого нет. Еще один вопрос, который важен для людей с серьезной почечной недостаточностью – это трансплантация. В среднем в год в Башкирии делают 40 пересадок почек. В очереди стоят еще 155 человек. И эта цифра давно не уменьшается. По словам главного трансплантолога республики, в этом году им удалось добиться увеличения квот на пересадку органов. Это еще один шаг к развитию в этой области. Учитывая, что пересаженная почка существенно улучшает качество жизни больного. Что касаемо трансплантологии, мы на Российской Федерации на хорошем счету. То есть где-то 6-7 места у нас ежегодно в этом рейтинге. Ну, основная проблема, конечно, у нас отсутствует домовских органов. То есть как и везде, то есть это не только проблема наша, это проблема и Башкирии, только и в шестом проблема Российской Федерации, ну и в принципе всего мира. Также в этом году пациентской организации «Нефролига» удалось получить для больных дополнительные средства на лекарственные препараты. Правительство республики выделило 228 миллионов рублей. Решили вопросы с транспортировкой больных из районов республики на процедуры диализа, которые им необходимо проходить три раза в неделю на протяжении всей жизни. Со второго квартала этого года пациенты, прикрепленные к районным больницам, по месту жительства, то есть эти ЦРБ будут их обязаны развозить по диализным отделям. То есть проблем таких не будет. Но если будут возникать какие-то проблемы, мы, естественно, наша организация совместно с врачами будем решать. Все эти вопросы обсуждаются в рамках Дня почки, который проходит каждый второй вторник марта. В этот день специалисты также стараются как можно больше говорить о профилактике заболеваний. Главный нефролог республики дает советы уфимцам. Нужно ограничивать прием мяса и соли. Во-вторых, не злоупотреблять курением и алкоголем. Обязательно контролировать свое артериальное давление и уровень сахара крови, потому что это одна из наиболее уязвимых категорий пациентов, у которых часто развивается хроническая почечная недостаточность. Также не рекомендуется злоупотреблять приемом лекарственных препаратов без показаний врача. Особенно мочегонных, антибиотиков, противовирусных. Не принимать тайские травы, сжигатели жиров и особенно обезболивающие препараты. Не простывать, пить воду и посещать диспансеризацию. Я думаю, что если люди будут придерживаться этих правил, они всегда будут иметь здоровые почки и радоваться жизни. Анастасия Ходик, Руслан Габидулин, Городской телеканал ЮТВ.